Ежедневно главе региона поступало порядка 70 сообщений о прекращении курсирования маршрутов, неудовлетворительном техническом состоянии транспорта, нарушении графика движения. Вопросы задают не только жители областного центра, но и районов. Решить эту проблему с частными перевозчиками сложнее. Государственные работают прозрачнее. С системой наблюдения за маршрутами губернатор ознакомился в автотранспортном предприятии номер один. В данный момент в спутниковую систему ГЛАНС вводится гаражный номер транспортного средства и табельный номер водителя. Я просидела 87-й гаражный, он работает на 35-м маршруте. Это вот у нас карта. В данный момент 1451, но это на момент, когда я его отслеживала. Нарушений нет, прошел по заданному маршруту нормально. Государственные автобусы планируют оснастить видеокамерами, которые позволят отследить пассажиропоток, частоту в салоне, поведение водителя, кондуктора и пассажиров. Большее количество жалоб поступает на частные маршруты. Губернатор уверен, что если частник с работой не справляется, всегда можно сделать маршрут государственным. Необходимо будет приобретать дополнительный транспорт для того, чтобы решить вопросы качественного транспортного обслуживания, то, значит, будем приобретать этот транспорт. Но еще каждый из вас, уважаемые коллеги, кто глубоко, кто не глубоко погружен в эту тему, наверное, со мной согласится. Очень часто нас люди укоряют, что в недалекое советское прошлое транспортная доступность была значительно лучше, чем сейчас. Все ответственные за пассажирские перевозки ведомства должны понимать, что общественный транспорт – это социальная услуга, качество которой должно обеспечиваться на должном уровне. На совещании был анонсирован пересмотр контрактных взаимоотношений с перевозчиками. Все подъезды к автостанциям и вокзалам должны быть приведены в порядок. Мы запланировали рассмотреть каждый контракт прямо от первой точки начала ремонта и до завершения, или там участок улицы, либо вся улица целиком. Именно что необходимо сделать в части улучшения движения общественного транспорта на этих участках. Как там еще раз на магистралях хотелось бы видеть, как выглядит остановочная павильона. Кроме этого, все муниципальные АТП должны быть подключены к единой системе наблюдения. Сейчас в системе отслеживания движения пассажирского транспорта посредством ГЛОНАСС при региональном Минтрансе отслеживают более двух тысяч автобусов, трамваев и троллейбусов. Вся информация о прохождении маршрута сохраняется. Можно провести анализ соблюдения графика. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы обязать и частных перевозчиков предоставлять эту информацию. Изменения в региональный кодекс административных правонарушений уже готовятся. Предпринят будет ряд мер, в том числе Министерством транспорта уже предпринят ряд мер. Первое – это возобновлена работа контрольных групп министерства. Групп работают ежедневно, утром, в дневное время. Утром, точнее, когда граждане едут на работу, и в вечернее время, когда граждане возвращаются с работы. Разработкой законопроектов, анонсированных руководством региона, уже занимаются в Минтрансе. Сергей Морозов отметил, что весь общественный транспорт должен стать в регионе безопасным и комфортным. Ресурсы для решения этого вопроса и административные, и финансовые, и юридические есть. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.